Игорь Петрович, я баллотируюсь сейчас на праймере с Единой Россией по 125-му избирательному округу, в который входит Сергий Фасад, часть Плошкинского района и город Королёв. Небезразличный для вас город Королёв. И, в принципе, мы идём с экологической тематикой и пришли за вашей поддержкой. Скажите, насколько вы считаете, сегодня экологическая тематика для родного для вас города и района могла бы быть актуальной? Насколько вот она сейчас правильная, верная, востребованная? Ну, однозначно я могу сказать, что для города такого уровня это просто необходимо, потому что там живут живые люди и, к сожалению, сама структура жизни нашей таковы, что она портится. Всё время мы ещё не побороли двигатели, не сделали такие, какие должны быть, да и многое другое. Поэтому, значит, сокращаются запасы леса, которые убирают, понимаешь, да, это тоже влияет. А это очень важно, потому что дышать тоже, так же, как и есть чистую воду, это и самые главные признаки здоровой жизни. Поэтому, да, однозначно заниматься серьёзно надо. И ещё один вопрос Николай Патышев озвучил совсем недавно, и это прозвучало очень негромко, но все услышали мысль о том, что необходимо, необходимо в самое ближайшее время утверждение доктрины экологической, или концепта экологической безопасности. Если экологическая безопасность, это звучит режимно, жёстко, это похоже на рубленые буквы устава, любой устав написан кровью, как опыт. Расскажите, вот сегодня, ну вот концепт экологической безопасности, что по-вашему может включать? Ну, если строго говоря, значит, государство уже много лет борется с тем, чтобы у нас твёрдые бытовые и промышленные отходы значит, серьёзно заниматься, однако, как раз для Патышева важно знать, я думаю, он знает, что всё-таки это больше в основном криминальная структура этим занимается, и она, естественно, не даёт, значит, развиваться, чтобы эти кладбища, это дерьмо превратить в нормальную, значит, так сказать, продукцию, потому что любая свалка, это там кладезь всего, и если её правильно заниматься, то мы получаем, кроме как чисто экологические улучшения проблемы, так ещё и дополнительно всякой продукции, которая можно использовать для нормальной жизни. Поэтому, значит, самое главное, значит, вот это надо занять, заняться этим вопросом серьёзно, но я не понимаю, почему государство не может справиться с этими структурами. Поэтому считаю, что это наиглавнейший вопрос, если мы этот вопрос решим, то остальные вопросы тоже надо решать, но они будут решаться значительно быстрее. В том числе и здоровье граждан. Да. То есть не будет свалок, будет, по крайней мере, будет меньше необходимости. Конечно, конечно. Во всяком случае, это будет показатель, что государство заинтересовано, и оно это делает, и поэтому все остальные проблемы, поверьте, будут решаться значительно проще. Спасибо большое. Пожалуйста.